Здравствуйте! На государственном телеканале Западная Армения очередной выпуск новостей сегодня в эфире. На 20 тысячах гектаров земли в Орфемском районе Западной Армении урожая не будет. Сегодня день поминовения геноцида против понтийских греков. Рыдели арцарского кармиршука не пропустили врага. Два взрыва произошли на авиабязи Тигранакерд и Диярбекыр. Россия готова выпустить посредников в урегулировании армяно-азербайджанской пограничной ситуации. В Орсахском Мартуне построят новый жилой квартал. Интервью Славой Манаян. Интерактивная карта армянских писательских домов. В провинции Урфа, республики Западная Армения, где сельскохозяйственный сезон начался с засухи, будет невозможно производить сельскохозяйственную продукцию на 20 тысячах гектаров засушливых земель. По словам председателя Палаты инженеров сельского хозяйства, сельскохозяйственный сезон 2021 года в Урфе начался с засухи. В этом году 20 тысяч гектаров земли будут распаханы без надежды на уборку урожая. А этот район считался складом продовольственных и зерновых культур страны. Эксперты отмечают, что в этом году нехватка сельскохозпродукции, а также семян удобрений и дизельного топлива, взятых производителем в долг, приведет к экономической катастрофе. Сельскохозяйственная палата Урфы призвала объявить 20 тысяч гектаров земли зоной бедствия, подчеркнув, что к 2022 году государство должно бесплатно раздавать семена и удобрения. История Турецкой Республики с момента ее основания полна массовых убийств и геноцидов. Почти все народы, особенно армяне, ассирийцы, езиды и курды, стали жертвами политики геноцида, принятого Турецкой Республикой. Геноцидное лицо Турецкой Республики, совершившее геноцид против миллионов армян в 1915 году, очевидно, и теперь оно продолжает проявляться в этом лице. Одним из проявлений геноцидов кровавой истории Турецкого национального государства является геноцид против понтийских греков, совершенный в 1919 году. Хотя официальные источники Турции оценивают число погибших в 11 181 человек, очевидцы считают, что число погибших составляет 353 тысячи человек, а по некоторым историческим данным от 450 тысяч до 750 тысяч человек. Полная версия статьи доступна на официальном сайте государственного телеканала Западной Армении. Противник в лице Азербайджанской Республики территориально продвигался в Арцахе в разных направлениях. Об этом в беседе с Ньюс АМ заявил депутат фракции Справедливости национального собрания Арцаха Мэтак Саакопян. С тех пор, как начались события в Сюнике, ситуация в Арцахе с того дня была непростой, но враги не могли зайти так далеко, потому что приходилось проходить сюда метрами. По состоянию на 18 мая у меня есть информация, что они прошли в направлении Чаректара и попытались окопаться. Но благодаря усилиям жителей, также благодаря жителям ХТРК, они вернулись на свои исходные позиции, сказала она. Ссылаясь на проезд кортежа противника через территорию Кармиршука и обеспокоенность жителей в этой связи, депутат Арцаха сказала. «Я буду проходить через район Кармиршука каждый день. После 10 ноября это единственная дорога, по которой они пройдут в Шуши. Очередь грузовиков такая длинная, что они проезжают за несколько часов. И сегодня жители постарались не допустить этого. Жители были лишительны и решили делать это каждый день, пока проблема не будет решена. По их словам, почему сегодня азербайджанец может проезжать через нашу территорию, а мы не можем, например, пройти в республику Армения через Карвачар?» В ночь на 19 мая на 8-й авиабазе в Диарбакире, оккупированной Тигренакет в оккупированной республике Запада Армения, принадлежащей ВВС Турции, произошли два взрыва с 20-минутным перерывом. Об этом сообщил твиттер министр внутренних дел Сойлу. Различные турецкие СМИ сообщают, что взрывы произошли не в районе военной базы, а в её окрестностях. Утверждаются, что попытки атаковать военную базу были предприняты с применением небольших беспилотников. Российская Федерация предложила поддержать начало демаркации армия на азербайджанской границе. Как сообщает Армен Пресс, об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на пресс-конференции 19 мая в Душамбе. Глава МИД России сообщил, что 18 мая неофициально началась работа министров иностранных дел УДКБ. Согласно предварительной договоренности со сторонами, Российская Федерация предложила поддержать начало демаркации, а также инициировать создание армяно-азербайджанской комиссии, в которой Россия может участвовать в качестве советника и посредника, сказал Лавров. 12 мая 2021 года несколько групп военнослужащих вооруженных сил Азербайджана пересекли государственную границу Армении и провели операции по ограждению озера Сюника. Армянские вооруженные силы провели тактические контратаки. Азербайджанцы, дислоцированные в некоторых прилегающих районах, покинули оккупированные территории в результате тактических контратак армянских вооруженных сил. В то же время группа азербайджанских военнослужащих продолжает находиться в пределах государственной границы Республики Армения, в некоторых частях Сюникской и Гигархуникской областей. Сейчас ведутся переговоры по разрешению ситуации. В Арсахском городе Мартуны началось строительство нового жилого квартала. На месте старой больницы в Мартуны будут построены четыре новых пятиэтажных дома на 116 квартир, отвечающих современным стандартам. В домах будут цокольные этажи, построят детские площадки, паркинг, благоустроят прилегающую территорию. Наряду со строительством квартала также отремонтируют старый бассейн для жителей Мартуны. Мастер фольклорных искусств Республики Армения Лала Манеан рассказала о пасхальных праздниках и обычаях, которые отмечаются в дни до и после Пасхи. Она обратилась к значению праздника, проанализировав характерные для этого дня песни, танцы, обряды. Манеан представила значение праздника для армян, проживающих в Западной Армении, традиции которой они сохранили и ритуал празднования. Полная версия интервью доступна на официальном сайте и YouTube-канале. Интерактивная карта писательских дамов, более сотни армянских писателей, которые уже действуют в музейном комплексе Матенадаран, теперь доступна в интернете. На сайте Матенадарана в разделе «Цифровые базы данных» карты можно ознакомиться с краткой историей и рукописным наследием многих книжных магазинов в Армении и за рубежом. Авторский коллектив статей – Карен Мателусян, Лусиде Туманян, Хачикару Тюнян и английские переводы. Оснащенный самыми современными решениями и техническими средствами, этот проект был запущен при поддержке давних партнерских организаций Матенадарана, фонда Галуста Гюльбенкяна и гуманитарной инициативы Аврора. Далее для вас музыкальная группа Нубар. Ацкатахэмгария. Ацкатахэмгария. Полная версия видео доступна на официальном сайте государственной телеканала Западной Армении. А на сегодня всё, желаем вам всего хорошего. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok